Вы знаете, я вчера был присутствием на заседании в этом проекте, как сказала Катерина. И я уважен слухам, какие решения принял комитет. Обычно такие мероприятия должны заканчиваться тем, что должна поступить какая-то помощь в регионы, в первую очередь материальная. Там об этом вообще речь не идет. Там идет речь, сконцентрированная на трех вопросах. Первый вопрос – это железнодорожная больница, вокруг которой вот эти 40 коек делают. Там это отдельная тема, скажем, и можно говорить о том, что, я так понимаю, ограниченность времени. Есть у определенных людей желание эту больницу забрать на фоне нежелания железнодороги заниматься ведомственным. В свое время ведомственное здравоохранение именно железнодорожное было одним из лучших в стране. Они этого не хотят делать. Вторая тема, которой уделено внимание в этом же решении комитета – это разборки вокруг диализного центра, кто там будет получать деньги. И третий вопрос связан с тем, что предложено ускорить моменты, связанные с трансплантацией, операции, связанные с трансплантацией. А что до ковиду? Вопросы по ковиду, там такие рекомендации, дорушито администрации, дорушито медицинские ради. То есть речь о том, чтобы была реальная помощь, именно в этом решении его нет. Нет. Вы сказали о врачах, о медперсонале. У меня есть информация из общения с теми людьми, кто там работает, что под угрозой увольнения запрещают врачам, которые лечат, если они заболевают, ставить им диагноз ковид. Потому что если врач умрет, медицинский работник умрет, он, соответственно, должен будет получить компенсацию для того, чтобы этого не было. Я сам видел в новостях, когда люди судятся, семья судится, то есть доктор принимала больных ковидом, и ей говорят, что вы заразились не во время приема, вы заразились от мужа и так далее, поэтому вы не вправе рассчитывать на компенсацию. Маленькая статистика. Я сегодня в новостной ленте увидел, что у нас увеличилось количество вакцинированных полностью двумя прививками. У нас составило 5 человек. Для сравнения, в Беларуси уже больше 26 тысяч людей, которые получили полную прививку, не говоря о странах Европы, где количество таких людей исчисляется миллионами.